По мнению специалистов, очищение организма от токсинов считается залогом крепкого здоровья. Такого же мнения придерживаются специалисты Третьей городской больницы Махачкалы, где на неделе состоялось официальное открытие детокс-отделения. Оборудованный по последним требованиям палаты и процедурные кабинеты осмотрел сам муфти Дагестана шейх Ахмад Афанди. О том, кому советуют врачи пройти данные лечения, узнавал наш корреспондент Хамзан Магомедов. Магомед Абакаров – один из первых пациентов, который прошел очищение в отделении детокса. Это было почти год назад. Здоровье дедушки ухудшилось каждым днём. Он готов бы уже отправиться за границу. Теперь вспоминает, как муфти республики лично посоветовал ему пройти лечение в Третьей городской больнице. Раньше я тоже знал у меня, но вызывал, давай, говорю, будем тебя лечить, как положено здесь, не там, где-нибудь, в Узбекистане, там, где-нибудь, в Ленинграде. Я величью, говорю, у вас здесь дадим врача, дадим палату, создадим условия, которые нужны тебе. То, что он сказал, он делал. Он делал и врачи делал. Да, им тоже здоровье, вот этим врачам, особенно врачам. Как здесь, я не видел, нигде за этими посетителями смотрят и их уважают где-нибудь в другом месте. Вот это очищение, самое главное, вот это очищение помог мне очень даже. Очень сильно помог. И вот спустя год здесь же открывается второй этаж детокс-отделения. В торжественном событии участвует основатель медучреждения муфти Дагестана шейх Ахмада Фандия, глава столичных больниц и общественники. Супруга и советник духовного наставника Айна Гамзатова отметила, что их семья в первую очередь на себе применила предлагаемую методику очищения организма. Отделение открыто уже почти год, но сейчас мы, сегодня ключевое событие, потому что мы его расширяем. Мы вынуждены были его расширить, потому что мест не хватает, палат не хватает. И поэтому сегодня шестой этаж дополнительно открывается. Для того, чтобы вам это предложить, мы в первую очередь попробовали все, о чем говорят врачи, на себе. И нашей, и наша семья. Поэтому я думаю, что нам всем будет за руль, иншалла. Дай вам, чтобы так и было. Гости осмотрели новые современные палаты и процедурные кабинеты. Здесь представлены как стандартные, так и люксовые номера. Теперь после расширения детокс-отделения сможешь принимать до 80 пациентов одновременно. Наверное, такого уровня отделения у нас в республике точно нет. Может, за пределами мы где-то найдем. И для жителей республики открывается возможность получить очень качественные очистительные процедуры. Ведь вся медицина, все здравоохранение строится на профилактике заболевания. Я надеюсь, что оценят жители нашей республики, попробуют это. И мы получим качество жизни совсем другое. Пациент, прежде чем пройти очищение организма, здесь же проходит полное обследование. И только после назначения врача ведутся оздоровительные процедуры. В среднем пациент находится в стационаре от 5 до 15 дней. У нас специалисты, которые получили направление, именно выезжали за предел по обучению в соответствии лечения с Кораном, по книге. То есть это специалисты, обученные по нормам и канунам ислама, которые непосредственно уже оказывают здесь это назначение, лечение. В отделении имеются у нас терапевты, которые осматривают пациентов, гинекологи, врачи, которые непосредственно женщинам, их какие-то проблемы обсуждают, назначают и начинают уже непосредственно лечить их. Вместе с очищением одновременно мы подбираем ему комплекс лечебно-здоровительных процедур. Это у нас иглотерапия, массажи, физиопроцедуры, соляная шахта, потом ванны, фитобочка, грязелечение. Кому что подходит, в зависимости от того, какое сопутствующее заболевание у пациента, мы подбираем процедуры. Особенно это будет полезно для людей с лишним весом, у кого инсулинорезистентность. А так, само очищение раз в год, раз в полгода я рекомендую, начиная с самого себя, всем проходить. Чтобы организм очистить от токсинов, от шлаков, от паразитов, чтобы организм был здоровым, иммунитет чтобы укрепить. Как утверждают специалисты, в области медицины и религии основная причина практически всех заболеваний – неправильное питание. То, что Всевышний Аллах сотворил нам разные яства, разные блага и имеющие разный вкус, они созданы в первую очередь для того, чтобы это придавало человеку силы и энергию, а потом удовольствие. Поэтому от рациона в первую очередь нужно требовать пользу для организма, а потом удовольствие вместе с этим. За год работы и отделения процедуры очищения и оздоровления организма здесь прошли более 500 человек. Это стало для многих причиной исцеления тяжелых заболеваний, которые мучили их на протяжении многих лет. Такой методики, как здесь, щадящей и результативной, я, например, в других местах не нашла. В 90-х годах мне поставили такой диагноз в Ростове, в ростовской больнице. Синдром хронической усталости. И теперь, после этого детокса, для меня этого диагноза нет. Иншалла рахмана. Суточное пребывание в стационаре детокса будет стоить от 2 до 5 тысяч рублей. В эту стоимость входит и обследование, питание и весь спектр оздоровительных процедур. Больница расположена на улице Сепараторная, 4. Обратиться за помощью может любой желающий.